Саша, расскажите у себя два слова. Здравствуйте, я Саша Бороско. Я работаю в АСКУНЕ, это петербургское разработчике программное обеспечение, крупнейшее, наверное, в СНГ, инженерном программном обеспечении, и я работаю аналитиком в АСКУНЕ. Аналитик – это такой человек, это человек, знаете, как уксус, то есть из плохого вина получается хороший уксус, так и из плохого инженера получается хороший аналитик. Почему? Потому что, в чем заключается вообще работа аналитика? Она заключается в том, что он создает концепцию и подробности реализации тех программ, с которыми вы дальше работаете, с которыми дальше работают инженеры, те, которые, все люди, собственно, практикующие и делающие реальную работу. И если программисты реализовывают то, что аналитик нааналировал, то задача аналитика – это сделать так, чтобы было не хуже, чем у компонентов, а по возможности лучше, чем у компонентов, ну и вот такие вот дальше-дальше задания. Жень, достай. О чем доклад будет? Ну, как бы я плохо публично выступаю. Женя мне сказал, что если я буду читать слайды, то все будет хорошо, но у вас домашняя такая атмосфера, к которой я все-таки не буду совсем не читать слайды. Смотрите, доклад будет про то, каким, ну вообще как бы такая большая цель его – это рассказать, каким должна быть индустрия инженерного программного обеспечения, там название есть еще архитектура, но я по возможности выкинул архитектуру, чтобы не позориться, да, чтобы не злить никого. Какой должна быть индустрия программ, которые используют люди из отрасли АЕК, из отрасли архитектуры, инженерией и возведения зданий. Вот. И начнем, пожалуй, какие вообще есть проблемы. Вот аналитик – это человек, который находится на переднем крае проблем, которые возникают при разработке. В каком смысле? В таком, что он смотрит, ну как бы он профессию свою предал, но не совсем. То есть он, у него очень душа болит постоянно за то, как люди работают. И поэтому он смотрит на разные инструменты, смотрит, что делается хорошо, что делается плохо. И вот, наверное, самый главный тренд, который я наблюдаю по сравнению с тем, как работали раньше, ну как работали раньше, или на пульмане, или на ватмане, или на компьютере, но когда еще не совсем были развиты сапры. Сейчас у нас появился бим, у нас появились всевозможные объектные всякие штуки. Основная проблема с наступлением вот этой вот самой цифровой эпохи, про которую мы сейчас говорим, это взрывное возрастание сложности. И нельзя даже скорее назвать это проблемой. Это скорее не проблема, а это какая-то новая область возможностей, которая возникает перед каждым. И перед разработчиками программ, и перед теми, кто потом эксплуатирует эти программы, которую можно как бы поставить себе на службу плохо, а можно поставить на службу хорошо. Например, сейчас почитаю слайды. Например, это автоматизация, пользовательская автоматизация, которая очень многих спасала в 90-е годы, в 2000-е годы. Сейчас возрастание сложности инструментов, она уже перестает спасать многих. И не совсем понятно, что дальше с этим делать. Это и более близкое сопряжение информационных процессов в разных дисциплинах, между разными людьми. И это не то, чтобы этого раньше не было, а сейчас это появилось и стало проблемой. Просто возможностей самих стало больше, стало гораздо больше всего сложных инструментов. И понятно, что из-за этого те, кто умеют с ними обращаться, и те, кто, возможно, большие фирмы, всякие там, бюро капать, те, кто может поставить их себе на службу, они начинают выигрывать конкурентно у тех, кто не может их поставить себе на службу. И так, основная проблема дальше. Это я бы ее сформулировал как управление той сложностью, которую вносят в жизнь инженера, да, наверное, архитектора тоже, новые цифровые инструменты. Есть концепция, которую я сейчас расскажу. Она называется вообще модель ориентирования инженера, но об этом попозже. Есть концепция, которая, по идее, должна спасти, помочь отрасли управлять сложностью. Но для того, чтобы про нее рассказать, я сначала хочу чуть-чуть показать, как я вижу, из чего вообще состоит проектирование. Давайте немножко к определениям перейдем. Мы попробуем определить, что такое проектирование, что такое модель. Проектирование состоит из работы, скажем так, сложной и работы простой. Работа сложная – это, собственно, сам процесс. Вот запроектировать балку, запроектировать ферму, спроектировать здание, создать архитектурную концепцию здания – это я бы назвал сложной проблемой. Реализовать потом все это в цифровой части – это то, чем вообще по-хорошему должен заниматься компьютер. Это, опять же, профессиональная деформация аналитика о том, что он пытается найти способы, чтобы максимальную часть работы сбросить как-то на машину и оставить сущность саму вот то нередуцируемое компьютеру, что составляет сущность работы инженера-архитектора-профессионала. Сейчас сводится все это по большому счету, как вот кажется из мухи профессии, к документированию. То есть даже когда мы создаем техмерные модели, в конечном счете все это сводится к документированию. Мы создаем некий документ. Об этом чуть позже. Более сложные задачи профессионала – это использование опыта и использование опыта, собственно, уже настоящая инженерная работа. И вот эта инженерная работа, я бы сделал такое смелое предположение, что она в целом может быть описана одним словом, которое связано с обобщением и симуляцией, описание системы. Это слово моделирование. Это вот такая вот концепция, которая может в течение следующих лет выплыть наружу в разных программных инструментах и помочь нам бороться вот с этой самой сложностью. Это такой тезис о том, что проектирование – это по большому счету моделирование. Но я хочу сразу оговориться, моделирование не в том смысле, что мы создали двухмерную модель, что мы создали двумерную модель, дисмодель. В конце концов, чертеж – это тоже модель. Сейчас мы об этом поговорим. Почему модель… Давай дальше. Что такое модель? Совсем дальше. Что такое моделирование? Я говорю о том, что есть очень много разных подходов. Есть очень хороший метод моделирования, который очень соответствует этому слову – это создание уменьшенных копий. Мы все равно что-то упрощаем, что-то идеализируем, но у нас есть модель, которая не подвержена всяким вот этим вот цифровым забубонам, всяким ухищлением, методам, лучшим практикам работы всяким, для которых нужно смотреть видео на ютубах по 10 минут и так далее. Есть модели формальные, то есть модели численные, модели так называемые аналитические. Это все можно описать одним словом формулу. Это то, чем очень много работают инженеры. Но главные признаки модели – их три, на самом деле. Сейчас мы их покажем. Первый признак – это то, что модель описывает реальную систему. Причем эта система не в том смысле, что мы имеем, например, здание, мы его описываем, мы создаем информационную модель, мы получили модель. Да, мы получили модель. Но помимо этого у нас есть такие, например, системы, как сам процесс проектирования. У нас есть очень сложная система взаимодействия между заказчиком, проектировщиком, подрядчиком. И вот эти все вещи, они являются предметом рассмотрения модели ориентированной инженерии, когда мы будем снимиться через, может быть, много лет, может быть, не очень много лет, давать инструменты абстрагирования для вот этих вот всех вещей, которые работают в сложных штук, которые работают в АЕК. Итак, первый признак – это у нас есть оригинал и у нас есть описание его. Описание, как бы следствие того, что мы делаем описание, это то, что все модели, они основаны на языке. И вот я хочу вернуться к тому, что я говорил о чертежах. Графический язык чертежа – это тоже совершенно полноценный язык моделирования. Ну, это такая банальщина, наверное, даже я бы сказал. И есть области в инженерном деле, для которых разработаны языки, а есть области, для которых языки не разработаны. И вот области, для которых языки не разработаны, а это совместная работа, обмен данными, открытые стандарты, которых сейчас, к сожалению, очень мало, вот это должно стать на ближайшее время точкой приложения усилий тех, кто разрабатывает для вас инструменты. Теперь второй признак. Теперь второй признак – это редукция, упрощение. То есть, что это значит? Что у нас модель – это идеализированное представление нашей системы, вот какой-то из тех, о которых я говорил раньше – редукция. Сейчас запомним это и пойдем дальше. И, наконец, это конкретная цель. Это самый важный признак моделирования, который очень часто забывают сейчас в тренде информационных моделей и BIM. На самом деле, все это такая заготовка для финального наскока такого на BIM, который дальше будет. Поэтому это, на самом деле, критический выбор. Но ничего. Итак, модель строится с конкретной целью, должна давать ответы на ограниченное число вопросов, а не вообще на все. Потому что модель, которая дает ответы на все вопросы, это не модель, это либо живой человек, у которого эта модель в голове. И, на самом деле, у него там много разных моделей, просто вообще процесс мышления сводится к моделированию. Либо это, на самом деле, не модель, а что-то, сведенное к базе данных. То есть, мы тогда работаем просто чисто с данными. Мы можем задать вопрос, мы можем получить ответ. Вот так вот. И, так вот, в рамках вот этой вот развивающейся сейчас в других отраслях принципов модели ориентированной инженерии, очень все складно складывается для моделей, потому что у нас есть три процесса. Это абстрагирование, это, собственно, исполнение модели или работа какая-то с моделью, и, наконец, интерпретация результатов. Этот процесс, почему я вообще о нем рассказываю, потому что он объединяет разные отрасли, это общий принцип построения работы инженера из самых разных отраслей. И зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы дать возможность спроектировать, посмотреть на процесс, который на реальной системе, вот здесь вот, то, что красное связано, который на реальной системе невозможен. И вот это основной способ борьбы с вот этим повышением сложности, с которым мы начинали. Например, с каким повышением сложности? Чуть-чуть конкретнее расскажу, потому что совсем абстрактно мы вставляем. Например, с тем, что вот у нас есть инженерная задача запроектировать баллы, запроектировать ферму. И у нас есть конкретные методы реализации в разных программных продуктах. Главная задача модели ориентированной инженерии это разделить часть вот эту вот нередуцируемую, то есть то, что должен делать человек, он понимает, какие нормы должен использовать, он понимает, как вообще это делается, и инструментами, которые должны работать по большому счету сами. И вот насколько мы сможем для вас автоматизировать этот процесс абстрагирования, симуляции, интерпретации, настолько, как мне кажется, более лучшими станут инженерные продукты, архитектурные продукты, и тогда как бы все выиграют, и наступит новая эпоха цифровая в отрасли. Ну, здесь такая, чтобы разбавить картинка, я хочу еще раз напомнить о том, что модель совсем не обязательно должна быть одной, единой моделью. Мы строим кучу разных моделей с разным предназначением для одной и той же системы, одного и того же объекта, будь то настоящий архитектурный объект или какая-то концепция работы, процесс передачи документов между игроками проектного процесса и так далее. Итак, еще раз, чтобы на самом деле мне... Если бы я хотел, чтобы что-то вынесли из этого доклада, это вот такие базовые определения, на которых дальше будет строиться работа с моделью в отрасли. Что такое модель? Это описание, это редукция и обращение, и это прагматизм, то есть целесообразность, построение модели под какую-то конкретную цель. Дальше инструменты будут строиться на вот таком дуализме модели, которую строит человек и языка, которым пользуется человек, которым пользуется оператор при построении модели. И как определить, насколько близок продукт, насколько продвинут продукт, вот продукт, я имею в виду программный продукт, конечные цели, модель ориентированной инженерии. Здесь нужно смотреть на то, насколько для оператора понятен тот язык, который этот продукт реализовывает. Язык в самом широком смысле. Когда вы работаете в 9, когда вы работаете в архикаде, вы используете язык интерфейса. Интерфейса, который для вас подумали аналитики этой программы, которые думали о том, как сделать программу для вас понятной. Потому что язык создается для понимания. И сейчас существующие проблемы в разработке программного обеспечения, это то, что эти все языки интерфейса локальные. Они не позволяют схватывать опыт, в котором заключается моделирование той же балки фермы для какой-то конкретно реальной задачи. А они действуют сугубо локально в том продукте, в котором он есть. Поэтому дальше, что собираемся делать мы, что собираются делать отрасль, это искать такие языки интерфейса и такие языки форматов, такие языки программирования пользовательского, кто работает с гроскопер, например, знает, что там тоже используются языки, которые максимально максимально понятны для оператора, то есть максимально приближены к той предметной области, в которой он работает. Подытоживая все сказанное, есть такая концепция разработки программ, которая будет развиваться, как я надеюсь, в следующие несколько лет. Она заключается в том, чтобы мы могли выносить сложность, как инкапсулировать сложность в инженерном рабочем процессе на уровень моделирования, на уровень языков и таким образом этой сложностью управлять, то есть справляться с тем потоком информации, с теми разнообразными деталями реализации разных продуктов, которые есть. Почему я думаю, что это когда-нибудь заработает в отрасли агент? Потому что есть как минимум две другие отрасли, в которых модель ориентированной инженерии развивалась и в которых она используется уже успешно. Во-первых, это такие области, как аэрокосмическая инженерия и вообще системная инженерия, системное моделирование, где инструменты описания того, что создает инженер, гораздо более продвинуты, чем в более приземленных обраслях, таких как приборостроение, таких как аэрокосмическая там существует масса языков и языков для создания языков, которыми, по идее, хороший инженер может пользоваться и которые позволяют наслаивать уровни абстракции над сложностями, которые возникают при проектировании и таким образом бороться со сложностями. Это первая отрасль. Ну и вторая отрасль – это программирование, конечно. Почему? Потому что программирование гораздо легче это сделать, потому что у них предметная область, то есть программирование и область, которая предоставляет инструменты для этого программирования, это одна и та же область. Это создание языков, программирование на этих языках, ну и все, что с этим связано. Поэтому там тоже очень много появилось инструментов для создания абстракций и для, что главное, управления этими абстракциями, то есть создания моделей и управления этими моделями. И там это тоже очень хорошо работает, в зависимости, конечно, от коллектива и от того, насколько там поставлена работа. Поэтому очень важно дальше будет перенимать для разработчиков инструментов АЕК опыт вот этих двух отраслей. Какие сложности сейчас с реализацией моделей ориентированной инженерии в САППе? В САППе вообще и в частности. Дело в том, что устоявшиеся принципы построения инструментов для моделирования, они ориентированы на объекты. Они ориентированы на иерархию, на классификацию. То есть инженер оперирует моделями, но его продукт, которым он пользуется, оперирует объектами. И архитектор, то же самое, инженер оперирует моделями вычисливыми, моделями формальными, архитектор моделирует моментальными моделями. Для того, чтобы давать возможность создавать более интересные, более продвинутые инструменты, более модели ориентированные инструменты, мы, разработчики, стараемся переходить на новые принципы построения программ, а именно с такого обобщающего принципа «все есть объект», на котором построено объектно-ориентированное программирование, и вот эта абстракция, которая выливается в программы объектных кадов, такие как Revit, 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 ну и вообще все, в общем-то, программ, строить на принципах «все есть модель», даже не столько «все есть модель», сколько «все есть функция». То есть у нас есть у объекта ряд функций, вот, например, там у лестницы есть функция, что у нее есть ступени, что у нее есть длина, что ее можно растягивать, сужать. И в зависимости от этих функций, по идее, должен оператор программы иметь возможность конструировать свои объекты в зависимости от того, что конкретно ему нужно от этого объекта, отрываясь от классификации, которую ему навязывает разработчик программ, и отрываясь от невозможности создавать вещи, которые лежат где-то на стыках между разными объектами. Почему нельзя сказать, что уже наступило светлое будущее, и информационное моделирование, в котором название есть буква «М» – моделирование, полностью соответствует концепции модели ориентированной инженерии? Потому что, хотя мы создаем хорошие, более продвинутые, более лучшие модели в BIM, у нас упор, на самом деле, в мировой практике, он делается на BIM как базу данных, а не на BIM как моделирование. Потому что, создавая единую виртуальную модель здания и наполняя информацию, мы, по большому счету, создаем не совсем модель, мы создаем базу данных. Эта база данных очень хорошо может использоваться для управления проектом, для управления на стадии уже построенной, на стадии эксплуатации. Но принципам построения модели, принципам модели ориентированной инженерии, она не совсем соответствует. Таким образом, у нас, я заканчиваю, у нас есть два принципиально разных подхода к исполнению инженерной работы. Это подход ориентирован на документ, когда у нас есть модель, которую инженер держит у себя в голове, и он создает документ, будь то в виде трехмерной базы данных, модели, системы, которые он создает и наполняет информацией, то ли в виде тех же чертежей. И у нас есть модель-ориентированный подход, когда мы пытаемся создать какой-то инструмент, который абстрагирует над рабочим процессом, или который позволяет из одной базы данных, например, создавать разные модели. И здесь на передний план выходит, конечно, вопрос обмена данными, вопрос открытых стандартов. То есть вопрос наступления светлого будущего модели-ориентированной инженерии, это в первую очередь вопрос внедрения открытых стандартов и продвинутых форматов обмена данных в отрасли. Ну, пожалуй, можно закончить на этом все. У тебя что-то еще там есть? Да, у меня еще есть, но его можно... Значит, я сейчас поясню, как бы... Мой план хитрый был заключался в том, что мы сначала посмотрим такой более понятный архитекторам презентацию и доклад. Получилось погружение в инженерию, но ничего, сейчас мы все уравновесим. Продолжение следует...